всем привет привет время глухой декабрь поэтому с дневным освещением у нас будет большая напряженка аж до самой весны будем смотреть сводчи под имитацией дневного освещения но вроде она у меня удачная не перевирает оттенки помадки сатинкис ко мне приехали в октябре но не в добрый час поэтому настроение их наконец по-человечески просвотчить вернулась только вот-вот спустя два месяца и так далее а что могу уже рассказать про эти помадки помадку в оттенке 40 380 артикул в каталоге полноразмерной помадки и помадку кажется вот эту 40 390 я уже поносила повыгуливала что могу сказать мне текстура понравилась больше чем у с этим кис и больше больше чем у velvet kiss у меня уже есть сводчи почти всех оттенков и на губах и на руке на канале и даже больше чем hd color вот velvet kiss она такая как сказать самая сухая из трех вот этих новинок второй половины двадцатого года от faberlic hd color а чуточку пожирнее будет и у velvet kiss и у hd color насыщенные яркие цвета и практически на глухоматовый финиш а сатиновая вот эта помадка она вот совсем не перламутр из девяностых но не на глухоматовая дает такой приятный перелив на губах и она не чувствуется жиром опять таки что для меня очень важно она увлажняет губы то есть вообще не сушит не сушит вот совсем ни капли и при этом легкий перекус выдерживает красиво сходит с губ то есть после нескольких часов носки вот особенно вот этой темненькой помадки достаточно как цвет называется пастельно-сливовый он называется шикарный цвет сейчас посмотрим просто он остался на губах вот таким вот а приглушенным сливовым цветом конечно уже без перламутра ну то есть не было какого-то там полосы вокруг губ неприятно еще чего-то и вот этот тинт он не создавал вот оттенок оставшийся на губах он не создавал такое подчеркивание шелушение поскольку зима и все-таки чуть-чуть смогла себе губы под обветрить там было что подчеркнуть если бы помада шелушение подчеркивала а так выглядело все очень-очень здорово поехали смотреть начнем с оттенка 40 380 нежно-персиковый такие будем рисовать красивый красивый сочи они угляжу и думаю не нужна ли мне была полноразмерная версия называется добей сначала порс пробник потом бери полноразмерку где-то наверное через неделю выложу коллекцию все свои помады для губ пробники там просто покажу сколько их у меня чтобы про все пробники наш есть отдельные видео видосики а чё я так молча разделала вы не знаете это натуральный бежевый 40 381 очень бежевый цвет по моему судя по что пробник вскрыт я его тоже пробовала на губах но почему-то я об этом забыла возможно я его пробовала на губах еще в октябре когда он приехал прошу прощения фигня какая-то на кутикулят я одна зубы уже почистила усердно ты почему так сошел наклейка видите как заклеивают все будем за кадром отклеивать и пользоваться кнопкой пауза и так 40 382 молочно-кофейный нет напоминает какую-то растяжку нюдовых помад от известного англоязычного блогера вам не напоминает ой не падайте стойте красиво это гостей фокусируйся 40 883 к помаде 40 383 и так будет верно для всех пробников у пробника восьмерочка у большой помады троечка а цвет называется розовый нюд мне как правило все цвета нравятся которые называются розовый нюд вот в этой серии а вельвет кис розовый нюд мне тоже очень понравился а помадка 40 384 тут не сильно налепили эту штукенцию весенний розовый ай ну ладно потом с крышечки будем пользоваться сушите какой холодный шикарный розовый цвет я его куда-нибудь в ближайшее время выгуляю я обещаю себе весенний нюд весенний розовый точнее правда такой холодный морозный чё до весны откладывать надо будет погулять в нем так кораллово-розовый 40 385 помадище и 40 885 маленькая помадка так кораллово-розовый 40 385 что все пробники сегодня повреждаю об их шпляпки действительно кораллово-розовый об их крышечке да на границе кадра это у меня салфетки мицеллярка если вдруг что-то подтереть я надеюсь они вас не смущают так 40 386 нежно-розовый и он тоже не сильно заклеен вот на губах это все также переливается 40 387 это пыльно-розовый наверное один из самых популярных цветов в любой линейке помад да пыльная роза многим идет вот фанатов и поклонников у него вагон и маленькая тележка рядом с розовым нюдом порисую вот розовый нюд он ближе к бежевым а пыльно-розовый видите он все-таки чуть больше в краснинку в какую-то так а это помадка 40 388 немного было тут смазано но методом исключения я установила что это оно плюс в каталоге очень хорошо цвета совпадают с цветами помад цветочно-розовый цвет он так и называется цветочно-розовый вот он такой их как сказать если его рядом с нежно-розовым нанести очень близкие цвета но глазом а вот моим разница хватается все-таки цветочно-розовый он как сказать по синее что ли я на него не люблю его номер так и потеряем забудем что это цветочно-розовый ой а за ним притаился пастельно-вишневый вишневый но пастельно интересно как это а вот так вот нам пастельно-вишневый какой фаберлик сделал так камера сосредоточься ай не падать стоять стоять и пастельно-сливовый очень какой обожаю такие цвета тонким слоем размазывать по губам для эффекта мои губы только лучше вот он галочкой памяти и насыщена красный 40 891 пробник и 40 391 насыщена красная помада в текстуре сатин кис прям вот любительницам красного посвящается яркий вишневый тоже он такой вот прям посвящающийся любителям этого цвета вот она спелая вишня и на закуску цвет темный шоколад 40 393 сама помадка вот она давайте еще раз посмотрим все что у меня получилось все 10 цветов 40 380 нежно-персиковый за ним 40 381 натурально-бежевый 40 382 молочно-кофейный 40 383 розовый нют за ним следом 385 кораллово-розовый затем 386 нежно-розовый 387 пыльно-розовый цвет для фанатов пыльной розы а дальше начинается феерия яркости цветочно-розовый вот этот за ним пастельно-вишневый галочкой помечено пастельно-сливовый особо мне понравился сейчас вы его посмотрите немножко на губах потом насыщена красный и 40 392 яркий вишневый и 40 393 темный шоколад вот уж точно в какой-то недобрый час для себя ко мне приехали помадки с этим кис только что нанесла пробник к помаде артикул 40 390 ну ладно не видно поверьте мне на слово артикул пробника 40 890 и там так вся серия в помаде где троечка в пробнике восьмерочка классный цвет и вполне мой сейчас чуть-чуть освещение убавлю ой-то все какое-то засвеченное было и текстура мне очень нравится губы немного обветренные но все обветренки ничего не видно так а если вообще убрать этот свет из-за спины с дневным светом у нас сейчас проблемы будут дневной свет ловить надо совсем совсем в то время когда как-то вот немного недосводчий поэтому из-за спины свет от люстры в лицо свет от лампы можем с ним поиграться сделать его потеплее совсем теплый совсем холодный и вот так рассматривать сотенки всем спасибо за просмотр надеюсь это видео помогло кому-то сделать правильный выбор в цвете помады а кому-то просто скоротать вечерок разглядывая яркие краски по-моему длинными зимними вечерами яркие сводчи особенно ярко и здорово поднимают настроение всех с проживающими всем отличных теплых ярких незабываемых вечеров всем пока пока